1 мая в Иванове состоится традиционная легкоатлетическая эстафета. Участники массового пробега уже вторую неделю интенсивно готовятся. У учеников 4-й школы тренировки проходят два раза в день. Рано утром, когда на улицах мало машин, ребята тренируются прямо в городе, пробегают по маршруту эстафеты, а днем занимаются в школьном дворе. Участвую уже, наверное, четвертый раз. Мы каждый день утром собираемся на тренировку. В 6 утра мы приходим, у нас в 6 утра стартуют девочки, через 20 минут стартуют мальчики. Мы приходим все в обязательном порядке и пробегаем каждый свой этап. Особой тренировки требует навык передачи эстафетной палочки. Даже при хорошей физической подготовке можно потерять драгоценные секунды на рубеже дистанции. Эстафеты – это вид очень интересный, зрелищный и подводит итог всей нашей работы за весь год. Поэтому к этим соревнованиям уделяется очень большое значение. Каждому хочется победить передача эстафеты палочек. Даже если по секунде 18 этап, 18 секунд – больше 100 метров. Традиционно 4-я школа показывает на первомайской эстафете хорошие результаты. Учащиеся неоднократно занимали призовые места. В прошлом году у девушек было третье место. В позапрошлом юноши пришли к финишу вторыми. В этом году настрой только на победу. К проведению эстафеты уже все готово. Организаторы легкоатлетического пробега уверены, что он пройдет на высоте. Все, что мы запланировали, все должно случиться. И я думаю, что, как всегда, на высоком организационном уровне. То есть у нас в 11 часов состоится пробег наших иванских спортсменов, спортсменов-ветеранов в память погибшим в Великой Отечественной войне, в память о нашей победе в Великой Отечественной войне. Далее у нас состоится мини-эстафета и в 12 часов будет дан старт основным забегам эстафеты. Всех желающих мы ждем к участию. Впервые помогать участникам эстафеты будут волонтеры. Добровольцам предстоит подбадривать спортсменов на этапах и оказывать любую помощь, о которой они попросят. Также к проведению эстафеты в этом году подключится молодежный совет по спорту. Начинающие спортсмены будут перенимать опыт проведения массовых соревнований у ветеранов. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.